МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 3D-новости. С вами Юрагика Путикова. Сегодня в программе Самоизоляция не мешает здоровому образу жизни. Утренние пробежки с Семеном Таруниным. Девочки предпочитают цветы, а мальчики – веники. Подробности закаливания семьи Кремезон. Пополнение в семье Максимовых. Из горячей точки репортаж Владислава. Поход за знаниями. Как закончился летний марафон научи.ру? Клюет или не клюет – вот в чем вопрос. Репортаж Семена Тарунина. Древо знаний в семье Куличковых. Каким оно будет в конце лета. Готовься они летом, а телегу зимой. Репортаж Павла Яковлева. Все выше и выше. Что удивительного найдет Марсель во время своего похода. С небес на землю, а точнее вглубь нее. Археологические раскопки Ульяны Марковой. И напоследок – новости спорта. В период самоизоляции некоторым из наших одноклассников все же удается совершать утренние пробежки, не выходя за пределы дачного участка. Еще одним сторонником здорового образа жизни является семья Кремезон. Но у них свои способы закаливания. Сегодня в нашем 3D-дивнике у нас баня и бассейн. Холодный, я закаляюсь. Холодный, я закаляюсь. А тем временем в семье Максимовых полезное и одновременно опасное пополнение в семействе. Недавно в Улье на их участке появились на свет десятки маленьких пчел, готовых трудиться на благо общества. За развитием и жизнью насекомых следит наш специальный корреспондент Владик Максимов. Влад, вам слово. У нас, нам очень повезло, у нас родились новые пчелы, расплод у нас. Сейчас они учатся летать и осваиваются, понимают, где их домик, где их улья. Также тут можно заметить, как у некоторых пчелок есть желтые мешочки на лапах. Эти желтые мешочки, это таким образом они носят ульцу, чтобы потом сделать из нее мед. Вот эта вот доска, на которой они все сидят, это называется... Ну, это летная доска. Прилет. Прилет, да, прилет. На нем им, чтобы не тащиться с тяжелым грузом, не лететь, они по нему идут. Ползут. Ползут. Вот это вот, куда она заходит, куда они заходят, вот эта дверка, называется леток. Вот это вот, это все их огромный улей. Там внутри рамки, а на этих рамках пчелиные соты. И в этих сотах они делают личинки, откладывают, и также делают мед. Вот тут вот, ведерко, из которого они пьют. Тут специальная досточка, по которой они спускаются, пьют и забираются, чтобы они не утонули. На днях были подведены итоги летнего марафона Научи.ру. Лидерами класса стали богачев Роман, Куличкова Вероника и Сухарева Ольга. Однако же борьба за первонство школы была не так проста. Изначально Оля и Вероника соревновались между собой, обгоняя друг друга ежедневно всего на несколько баллов. Но дружба взяла верх. Девочки договорились вместе отстаивать честь класса. На протяжении двух недель Оля и Вероника шли с равным счетом и занимали первую строку в рейтинге школы. Но неожиданно для всех за последнюю неделю в лидеры вырвалась ученица другого класса. И наши девочки по окончанию марафона достойно заняли второе и третье места. Рыбалка дело тонкое. Встать рано, приготовить снасти, выбрать приманку. Всего этого может быть недостаточно. Улыбнулась ли удача Семена Тарунина? Я на рыбалке с папой и дядей Денисом. Я упустили рыбу, а улова нету, не клюет пока еще. Мы сегодня, мы поймали, что ее рыбы пустой отзывали. И потом ее упустили снова в рыбу. Сейчас ждем, когда снова будет рыба. Она все не клюет, а не клюет, улова нет. Нам уже так пришлось, удачи не сутся часов, а улова нет. И дует ветер, гонит волны. И, видишь, если поднять отсюда, где не поймана, только один поплавок торчит. И вот, все. До свидания. В данной Википедии деревья бывают лиственными и хвойными. А вот в семье Куличковых появилось книжное дерево. Об этом расскажет Вероника Куличкова. Всему, чему ты и мама научили меня, я передам своим детям. Обещаю тебе. И так всегда было и будет в лесу. Каждый новый день приносит новые радости. А каждая новая жизнь – возможность с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее. Еще одна книга прочитана. Можно ее обложку в уменьшенном размере размещать на моем книжном дереве. Это книжное дерево появилось у меня совсем недавно. Как только я прочитала книгу, ее обложка размещается на этом книжном дереве. А вот те книги, которые я планирую прочитать в ближайшее время. Но сейчас хотелось бы разместить те книги, которые я уже прочитала, на этом книжном дереве. «Азбука безопасности», «Рассказы о животных Тони Вулф», «Про ирёму и Фому», «Бэмби». Моя самая любимая книжка – это, конечно же, «Рассказы о животных Тони Вулф», «Потому что я люблю природу и берегу ее». Ну что, пожалуй, начнем. Готовься не летом, а телегу зимой. Эту пословицу Паша Яковлев знает не понаслышке. О подготовке к зимнему сезону в следующем репортаже. Сезон каникул в разгаре, где можно отдохнуть с пользой для души и тела. И чтобы было, а не било по кроману. Кого-то манит море, а кого-то горы. Сегодня мы идем вот в этих мостах. Но на такое небезопасное путешествие лучше отважиться в компании надежных друзей. А была возможность по-нормальному пойти. Сегодня мы заберемся на гору. Ну, заберемся, нет, не заберемся. Мы заберемся вот по такому зарезку. Живля засыпана. И там вот уже дальше будет голая гора. Потом там вот будет оранжевый песок. Я только опускаю, они разу не видят. Итак, маршрут построен. Смотри, какой пышный. У нас таких нет, они там маленькие совсем. Идем. Кстати, песок, камешки. По ним очень хорошо скользит. Нога скользит. Усталость, суета, заботы. Все это меркнет, когда перед вами открываются пейзажи с высоты птичьего полета. Ощущение невесомости буквально окрыляет. Но не стоит забывать о технике безопасности. Марсель, не надо к краю. Кажется, можно смотреть бесконечно. И каждый раз открывать для себя все новые красоты нашего родного края. Счастливо, и всем пока. Пока одни покоряют горные вершины, другие занимаются раскопками. Всем привет, мы с братом откопали землянку и нашли там череп динзабров. Ну а как покажи нам череп? Где? Вот. Вот. Ой, какой череп. Ничего себе. Вот такой вот череп у нас динозавр. За сколько вы построили? Нашу землянку вырыли за сколько? За сколько дней вырыли у нее такую землянку? Мы тоже раз в два. И в завершении нашей программы новости спорта. Ульяне удалось переручить панду, Оле роликовые коньки, Веронике велосипед, а Вике самокат. Активный отдых наших девочек нынче очень разнообразен. Смотрим. Ребята, всем привет. Я часто занимаюсь спортом. Бегаю, прыгаю, катаюсь на роликах в самокате или в великах. А еще я люблю ползать по рукоходам. Сейчас я вам покажу. Только руки ставь. На прямые лица тоже необычусь. Только руки ставь. Нет, не буду ставить. Нет, там... Саня, я же дырышки. Я думаю, что взял бочку. Видел, да, я бочку сделал. Да, я видел. Мне кажется, что это глупый. Спорт очень полезен для мышц и для укрепления организма. И кто очень часто занимается спортом, тот очень редко болеет. А сейчас я покажу, как я умею кататься на самокате. Привет, я сегодня на Таржанке. На какой ты проходишь? Как называется этот уровень? Я прохожу на Панде. Круто. Молодец. На этом все. Оставайтесь с нами и следите за новыми 3D-новостями. Продолжение следует... Оставайтесь с нами и следите за новыми 3D-новостями.